Всем привет! Решил записать ролик У нас сегодня выдалась такая незапланированная поездочка Спонтанная Решил вас здесь с собой Давайте сейчас прокатимся Я вам что-нибудь расскажу традиционно Покажу дороги Кому интересно, оставайтесь Сейчас мы с вами поедем в Зиндельфинген Заберем мою жену с работы И потом мы поедем вместе в Штутгарт У нас есть там небольшие дела Сейчас в принципе все по порядку расскажу Начну с того, что у нас сегодня Сегодня у нас 4 февраля Время полвторого Жену сегодня пораньше отпустили с работы Сейчас мы поедем в Штутгарт У нее будет собеседование Ну там как бы ничего такого мы не ожидаем От этого собеседования Как бы Но пройти его надо Мало ли что получится с работы Вот Сейчас я ее заберу Она у меня сейчас работает в Зиндельфингене Это город рядом с нами Он находится что-то там от нашей деревни В районе, наверное, там где-то 17 километров А-ля 15 минут езды на машине Просто я что еще хочу Решил снять видео Потому что, смотрите, такие ландшафтики Здесь красивая дорога Вот, поэтому тоже полюбуйтесь Нравится мне здесь ездить Еще здесь снежок лежит Ну, верно, все так Любопытненько посмотреть Ну, в принципе, давайте я вам расскажу Какие у нас сегодня планы В Штутгарте Вот после вот этого интервью Мы хотим съездить Ну, дойти и съездить Ну, в центре Штутгарта Магазинчики Хотим найти себе Блин, вы смотрите, как классно Хотим мы подобрать себе Эту одежду Для Сноуборда Для горных лыж Ну, вот а-ля такую вот Зимнюю Покататься Потому что у нас На март месяц Запланирована поездочка Хотим съездить в горы Покататься На сноубордах Наверное, все-таки Мы предпочтение отдадим Ну, пока что На сегодняшний момент Хотим А там уже Не знаю, как получится А мы еще так не подготовлены У нас этих нету Одежды у нас полностью нет И экипировки тоже полностью нет Поэтому сейчас хотим Посмотреть Может, где-то будут ангиботы Потому что тоже дорогую одежду Мы покупать не хотим Потому что, мало ли У нас не пойдет все это дело А сейчас вот выкидывать За экипировку Сколько там По 600 евро на человека Ну, я вот имею в виду Я думаю, что 600 евро В принципе, полностью можно одеться Но мы все-таки хотим Что-нибудь так по ангибосикам Там подыскать Чтобы поменьше потратить Потому что лишних денег тоже нет Ну, и опять же Повторюсь, что, мало ли У нас это дело не пойдет Смотрите, здесь такая узкая дорожка Типичная тоже для Германии Это вот такая Бунтес, да? Штрасса, да? Наверное, это называется Такая она Это и не Естественно, не автобан Ничего-то такое Не шоссе Но представляете, что вот на этой трассе Если не без ограничений Можно ехать до 100 км в час Ох Ё-моё Видели, да? Орел был Блин, надеюсь, камера его увидела Пока же Я же говорю, что на дорогах Один раз видел сбитого Просто представляете Такую махину сбить Конечно, будет жалко Жалко Так вот Сбил мне этот орел В смысле? Едем мы сейчас Короче, шоппинг у нас Небольшой В принципе, я сейчас вам покажу Магазинчики И прокатимся И прокатимся по самому Штутгарту Просто кто не видел Увидит Я немножко расскажу про него Ну, уже когда будем По самому Штутгарту ехать Сейчас заранее говорить Посмотрите, что и как Хотя, в принципе Про него так Особо много Не знаю Но Что знаю То скажу Все, выезжаем И Вот это вот у нас называется Такие дороги у нас называется Этот Не автобан А это, наверное, все-таки Этот Ландштрасс Да? Ландовка В этом Бытовое название Ладно, короче Давайте включимся уже Когда будем приезжать К Штутгарту И я вам еще Про него расскажу Смотрите, погода Классная Надеюсь, она еще не испортится Чтобы так будет атмосферно Смотреть на сам Штутгард Очень красивый город Так что ладно Поехали Поехали Ну что Въезжаем мы в Штутгард Потихонечку Смотрите Пошли, как всегда Вот эти Сеть тоннелей Перед уезда Сам город находится в низинке И вот Его окружают все эти вот горы Поэтому Туннелей здесь много Такие они продолжительные Посмотрите В туннеле всегда так чистенько Все светло Все освещается И даже вот в этом туннеле По-моему, в этом туннеле Если не ошибаюсь Есть даже светофор В нем внутри Он где-то, наверное, километра два Я думаю Так вот и подлить По длине Значит, забрал я жену Сейчас мы едем Еду в Рен-Унтер-Тюркхайм Там у нее сейчас будет собеседование Вот И пока у нее будет собеседование Мы с вами пойдем Машину поставим На парковку И пойдем закупаться Ну и в принципе Я вам все еще расскажу А, сейчас пока здесь Туннель В принципе, особо смотреть нечего Сейчас включусь Когда мы уже По самому-то городу поедем Вам тоже будет поинтереснее смотреть Ну что, выбираемся мы из туннеля Смотрите Сразу такая погодка Солнечная Чем мне не нравится Штубер Конечно, здесь очень много Светофоров И очень много Видеокамеры Отлавливают На штрафы Поэтому Хапнуть здесь Блицер Очень легко Поэтому ездить здесь Конечно, всегда так Напряжно Всегда очень так Внимательно надо смотреть И соблюдать Вот этот скоростный режим И вот эти, конечно Что в самой жизни Это вот эти ампели Ампели Это у нас Светофор Так называемый Поэтому здесь Я очень-очень Сосредоточенный Езжу всегда Погода сегодня У нас классная Он сейчас показывает Вот сейчас мы Из своего региона Выезжали Был плюс 3 Сейчас вот Смотрите Тоннель проехали Пишут Плюс 6 Так вот Я не знаю Сейчас мне левее Взять или попозже А, я могу здесь Немножко отвлекаться Так что Пардон Ну, в принципе Можете посмотреть Сам город Это такой Город-то у нас Самый такой Главный в нашей земле Такая, так сказать Столица Баденвертенберга Очень богатый город Ну, живет здесь Народу Меньше миллиона Я, по-моему, читал Чуть в районе 650 тысяч Наверное, плюс-минус Ну, плотненько, конечно Особенно, когда После деревень приезжаешь Так вообще Кажется Кажется Просто мегаполис Сейчас мы же Забросим И я вам Прорасскажу Про него Еще немножко А то здесь Сейчас нам надо Не пропустить Съезд А то Иначе Пойдем на объезд Фиг знает Сколько будем Отъезжать А у нее Интервью В 3 часа Начало У нас осталось 40 минут В принципе Да, Тойшки Пишет 12 минут Вот, видите Кстати Тоже нарушает Перестрелился Даже без Блинкера Ну и по сплошной Проехался Кстати, я в Москве По-моему, штраф За это Я тоже Как-то сплошно Пересекал линию По-моему 500 рублей Что Ну, я думаю Что Хантин Нет, не место У него этот Карлз Руи Был номер Ну, короче Тоже нарушается Что тут скажешь Везде люди Так Завесли мы жену Сейчас едем Проковать машину Давайте Здесь Музей Мерседеса Вот он Кстати Видите Весь такой Изогнутый В этом месте Кстати Вообще Когда первый раз Я приезжал в Германию Сюда тоже Бежен Жена возила Для меня Это вообще Казалось На тот момент Какой-то космос Во-первых Это было Первое Мое приезд В Европу И Первая сторона Какая европейская У меня была Германия И сразу Вот в этот Музей Мерседес Меня повели А вот Кстати С правой стороны Если вы видите Это стадион Этот стадион И здесь Если я не ошибаюсь Играет Эта Штутгарфская Футбольная команда Вот Она Но она По-моему Играет Так себе Не очень хорошо Поэтому В принципе Она такой славы Не сыскала Минхенская Бавария Как-то Студно сказать Ну что-то вот такое Вот они хорошо Играют в футбол Так Значит Что вам Рассказать Это про город Это Не знаю Один из моих Самых любимых Городов Германии Плохо Конечно Что здесь Очень много Шталов Всегда Ну это Ну это Опять же Первый город Такой большой Который я Когда-либо видел Ну Первый немецкий Город большой Который у меня был Конечно Он не миллионник Но Поэтому По своему Значению Играют Это такая Столица Мини-столица А так Она считается Столицей Этой земли Баденверт Ну вот Он очень такой Технологичный Чистый Вот В отличие от Мюнхена Я в Мюнхене был Когда тоже Первый раз Тоже мне все понравилось Там Вот это здание БМВ Все так классно Но Мюнхен Конечно Он Грязнее Чем Штутгарт Во всяком случае Мне так показался Вот Что про Штутгарт Еще сказать Нравится мне здесь То что Тут такой Перепад высоты То есть В принципе Самый город Находится в низинке Но также Он еще Не знаю Как сказать Размазан Корректно Некорректно По бокам А по бокам Его окружают горы То есть Сейчас мы тоже Будем с вами Ехать на горы Я надеюсь Пленки у меня хватит Потому что Что-то я только сейчас Обратил внимание Я не отформатировал А съемку уже начал Сейчас может Место закончится И запись оборвется Ну не знаю А может не буду выкладывать Если выложил Значит это все удалось Так вот Очень живописный Город Летом здесь Очень классно Зима здесь Ну такая Тоже вяленькая В принципе Таких снегов Ничего такого Я здесь Это не видел Здесь мы тоже Новый год Справляли Не знаю Может видели в инстаграме Тоже так было Очень атмосферненько Опять же Это такой центр Здесь опять же Все магазины Есть Не знаю Я думаю Кто Германии Хоть немножко Интересуется Те знают Что в Штутгарте Это Такие концерны Сосредоточенные Как Мерседес Порше А вблизи Литофором Либо Чтобы ты Смог его Проехать Иначе Может камера Сфоткать Я говорю Здесь Словить штраф Очень легко Поэтому здесь Всегда Поездка в Штутгарте Это такое Все напряжение Жена Меня вообще Не любит В Штутгарте Ездить на машине Что еще Вам такого Сказать По Штутгарту Население Здесь Я уже говорил По-моему Там 600 С небольшим Тысяч Человек Кстати На занятиях У нас тоже Недавно Было Тоже речь Доходила До городов И вот Учительница Наша Сказала Что В Штутгарте Порядка 70% Людей Которые Проживают Они проживают Пространцы Приезжие Не местные Не знаю Знаете Не знаете Но в Штутгарте Найти квартиру Очень сложно Не знаю Это как в Мюнхене Здесь наверное Квартиры Ну не наверное Они немного дешевле Чем в Мюнхене И найти здесь квартиру В самом Штутгарте Это почти нереально Хотя если опять же Вот так вот зайти Сейчас на иммобили Да Вот это приложение Посмотреть квартиры Там наверняка будут И вообще без проблем Но на такие квартиры Народ записывается Там Смотреть Эти квартир Приходит по 100, 200, 300 человек То есть понимаете Да И хозяин выбирает Из этих 300 человек Только одного И конечно выбирает Самых таких Кто может Хорошо оплачивать В квартире Поэтому Если вы устроитесь В Штутгарте Вам очень сильно повезет А давайте Немножко отъедем А то здесь Штау неинтересно Смотреть Вот смотрите Все стоит Надеюсь Сейчас она Рассосется Значит А я сейчас еду Машину запарковать Потому что В Штутгарте Знаете Не знаете Но там Здесь Короче Все очень печально С парковкой Здесь постоянно Все забито Не знаю Даже Вот если Привыкнуть В Штутгарте Пожить В Москве Наверное После этого Найти парковку Вообще без проблем Потому что Здесь Каждая дыречка Всегда забита Один из минусов Этого города Также Здесь еще Конечно Постоянные стройки Бауштели За счет этого Здесь конечно Тяжело Так перебираться А еще Знаете Не знаете Здесь Строят вокзал Называется По-моему Штутгар 21 Строят его Уже По-моему С 2010 Года Да По плану По-моему Должны его достроить В этом году Ну там Мы сейчас Я не знаю Будем не будем Если его приезжать Я покажу Но там нет В этом году Никак вообще Наверное Его переименуют Уже не в Штутгарт 21 А Штутгарт 22 Я чувствую Пока его достроят Вот видите Как здесь Плотненько все Ну сложно здесь ездить Сложно Моя жена Вообще терпеть не может Ездить в Штутгарт И поэтому Она всегда доверяет мне Руль Говорит Езжай лучше сам Вот Здесь Это местечко Мы сейчас приезжаем Здесь вот Летом Ой не летом А зимой Если вот в Мюнхене Едет Октоберфест Здесь проходит Так называемый Вазен Это аналог Октоберфеста Только Местного разлива Можно сказать Оля-ля Скоро едет Надеюсь Не сюда Иначе Сейчас нам надо будет Шугаться ее Здесь когда ездит Скоро Это все Это все немцы В рассыпную Да Едет за нами Сейчас увидите Так Слышите ее Наверное Вот она Прогнала И ей Амфели Конечно Не страшны Вот Ну так вот Сейчас мы еще едем Париковать машину Потому что Запариковаться Как я уже сказал Здесь без овощей Нереально У нас есть уже Местечко Возле дома Тещи Мы все там паркуемся Вот И оттуда я уже Спущусь пешочком Мне очень нравится Здесь ходить пешком Я как уже сказал Здесь такие Перепады в осот Сам Штудгер Расположен в низинке Вот Ну опять же А на горах Штудгерта Да так можно сказать На горах Там такие у нас Богатые райончики И В принципе туда едем Потому что До туда еще парковка Не добралась Платная Вот здесь видите Стройка Этот строит вокзал Вокзал Штудгер 21 Да он называется Труки стоят Блин Не снести бы их И вы здесь вот тоже Вот видите Вот этот торговый центр Сейчас Не знаю видно Не видно Что у нас здесь ДМ Медиамарт Дайчман Ну короче Что же Аля торговый центр По немецки Конечно В сравнению С московскими Здесь Вообще Все далеко Скромнее В плане Масштабов Этого всего Ну что Купить можно Все В том смысле Если вы что-то ищете Какой-то магазин Если вы живете В деревне То смело Приезжайте в Штудгер И вообще Найдете все Все Сейчас мы будем Подниматься Наверх Так Надеюсь Что-то стрелочка Была Перечеркнута Но я надеюсь Отсюда Можно Поворачивать Налево И вроде Я здесь тоже Не очень часто Езжу Ну здесь Так Стремноватенько Всегда надо Быть на чеку Поэтому Сори могу Отвлекаться Я еще записываю Я к видео Как бы не готовлюсь Всегда Экспромтом записываю Так Основные темы На себя Ну для Видео Набросаю в голове А так Без бумажки Без всего Поэтому Как есть Так и говорю Вот Опять же Хорошо Что день так Прибавился Уже светового Побольше стало Уже так было Поинтереснее Стало Жить А то Что-то темнело Темнело А то Сейчас уже В принципе Пол шестого А еще так Куда бедно светло Поэтому Надеюсь Что сейчас Мы тоже По этим По магазинам Походим Еще как бы Засветло Поедем домой Но эти Конечно Магазины Всегда убивает Поэтому Я думаю Сейчас мы Тоже Так Замучаемся Так что Так И вот Дела Сейчас Поедем Наверх Вам покажу Там Должны Тоже Такие Виды Открываться Ну конечно Камера Вот этой Глубиной Не передает Но если будете В Германии Штутгард Конечно Это Обязательное Место Для Посещения Повернуть Повернуть Вроде Вроде Ничего страшного Что повернуть А вот там Впереди У нас Как раз Если не ошибаюсь Вот этот Банков Или нет Или ошибаюсь Здесь Похоже Все Также В Штутгарте Очень много Всяких Теслы Теслы Катаются Здесь Этим Здесь Не удивить Очень Богатое Население Здесь Живет Опять Что же Слышал Читал Я уже Не помню Откуда Информация Короче Здесь На душ Население Да Хочет Такого Свыше 25 Тысяч Евро Что ли Поэтому Такое Ну Здесь Нищебродов Не живут Сейчас Мы с вами Будем Забираться Вверх Улочки Здесь Узенькие Такие Все Еще Кстати Штутгарт Это Первый Такой Город Может Я конечно Отставший Но Это Первый Город Где Я Вообще Увидел Этот Электро Автобус Здесь Автобусы На электрической Тяге Ну Эти Гибридные Во всяком Сучи Пока И Когда Забирал Вот видите Мы сейчас Идем В город В гору Забираются Они По-моему На На Дизеле Короче На Горючем А спускаются Уже На Электротяге И они Такие Шустренькие Кстати И Водители Автобусов Здесь Вообще Летают Я Вообще Первый раз Когда я в Штутерде Был В 2014 Год То есть В 2014 Году Я вообще Первый раз Был Да В Европе И в Германии Начал я свое шествие Хальброн И Штутгард Мои Два Первых Города Хальброн Понятно Что такое Городочек Небольшой А вот Штутгард Это Большой Город И здесь Все эти Нововведения Так вот Да Здесь Очень Передовой Город Не знаю Видно Не видно Аж Слетел Вот Такие Мерседесы Здесь Катаются Сейчас Поправлю Очень Богатый Город И сейчас Мы тоже Едем Таким Редчиком Богатеньким Частенько Здесь Это Порше Катаются Вот эти Мерседесы Последние И сейчас Мы тоже Забираемся Наверное Не видно С деревьями Но там Мы Как бы Идем На взлет Внизу Самый Основной Штутгард Центр Города А мы Сейчас Забираемся Наверх Это Кстати Район Штутгард Норд Да Штутгард Север И вот По этим Удочкам Эти автобусы Гонцы Здесь Бывают Такие Места Узкие Что Это Два Автобуса Расходятся Вот Буквально Они Ну В миллиметрах Друг от друга Смотрите Видите Уже Снега Нет Байкеры Ездят Мотосезон Открыли О Места Узначен Знакомые Места Конечно Всегда Приятно Ездить По знакомым Местам Здесь Вот Трайон Килисберг И Здесь Вот Сейчас Справа Видите Килисберг Хоха Надеюсь Видно Не видно И вот Здесь С правой стороны Aldi Эдека Здесь Наши первые Такие Магазины Вообще Когда мы Тукаем Ну Еще Здесь Не Жили Я Здесь Не Жил С Женой Здесь Закупались Такое Место Навевает Воспоминания Такие Приятные Ассоциации А еще Сейчас Здесь Такое Лето И Мне Даже Жарко Ну Короче Сейчас По Кайфу Ехать Вот Они Эти Автобусы Они Все На Электротяге Вроде Что-то Слышал Вроде Вообще Хотят Сделать Электрические Автобусы Не Знаю Когда Это Будет Но Штутгарт Это Такое Место Где Инновации Появляются Очень Быстро И Вообще Это Вроде Считается Один Из Самых Инновационных Городов Европы Опять Тоже Это Читал У Всех В своей Версии Ну Много Здесь Всего Вот Видите Вот Эти Оставляют Велосипеды Причем Не Самые Последние Но Этот Рын Такой Богатенький И Вот Кстати Здесь Камеры Не Было Видно Но Вот По Левую Сторву Вот Мы Сейчас Проехали Там Был Этот И Сейчас Он Есть Тоже Эти Беженцы Живут Поэтому И Тем Не Мене Эти Велосипед Оставляют Все Спокойно Видите Никто По Улицам Не Бегает Не Попрошайничает Ну Ладно В центре Там Мы Конечно Народу Больше Ничего Не Скажешь Ладно Ребята Сейчас Мы Пойдем Этот По Магазинам Не Забью Это Видео На Два Или Оставлю Один Как Получится Так Что Ладно Давайте Пока Все На Этом Увидимся В Следующем Видео С Пока 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 Союз Недорожимый И Я Дой Честь Патерля Продолжение следует